Жительница Самары Ольга, войдя в 34-й автобус, была приятно удивлена. Она погрузилась в атмосферу праздника. На рейс победного десанта женщина попала впервые. Это очень для меня, знаете, торжественно, потому что у меня оба дедушка, оба дедушка повоевали. И поэтому один дедушка погиб, а один дедушка вернулся. Не забываем мы своих родителей, дедов. Накануне Дня Победы на улице города в рейс вышел особый автобус под номером 34. В рамках акции Победный десант, который проходит уже третий год подряд, салон украсили воздушными шарами и праздничной атрибутикой. А на входе пассажирам дарили цветы, георгиевские ленточки и сладкие подарки. Также, чтобы поддержать акцию Бессмертный полк, в автобусе развесили фотографии участников Великой Отечественной войны. Внутри салона вы увидите фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны. Это все герои, родственники наших сотрудников предприятия, Наша кадровая служба собирала эти данные, фотографии. Очень много кто служил, очень много детей фронта и труженики тыла в том числе. Пассажирам напомнили и о необходимости соблюдения масочного режима. Тем, у кого средств защиты при себе не было, его выдавали бесплатно. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События.